Здравствуйте! Вы смотрите информационный выпуск Вести Хакасия в студии Татьяна Донцова. И коротко о главном. Самоубийство в здании полиции. Подозреваемый в изнасиловании выпрыгнул с четвертого этажа. Особая техника для медиков. Выезжать на дорожные аварии теперь будут новые автомобили скорой помощи. Ученики ищут спонсора. За полвека существования школу в селе Гайдаровск ни разу не ремонтировали. Тело младенца обнаружено сегодня в селе Подсиние. Сверток нашли в лесополосе на берегу протоки Енисей. Страшную находку в куче мусора обнаружили мальчишки. На данный момент известно только то, что малыш мужского пола. Причем у него даже не была отрезана пуповина. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства. В том числе родился младенец мертвым или умер после родов. И как он попал на свалку. И кроме того ведется розыск матери ребенка. Сотрудники следственного комитета проводят проверку и еще по одному делу. Сегодня ночью из окна абаканской полиции выпрыгнул мужчина, подозреваемый в изнасиловании своей пачерицы. Он скончался на месте. Находившиеся рядом сотрудники полиции не смогли предотвратить происшествие. Все подробности в материале наших корреспондентов. Это уже второй случай в Абакане, когда задержанные выпрыгивают с верхних этажей зданий на глазах полиции. Так, два года назад в управлении госнаркоконтроля молодой человек выпрыгнул из окна пятого этажа. Попал в реанимацию, но выжил. Сегодняшнее происшествие закончилось более трагично. Мужчина скончался на месте падения. Ранее судимого 38-летнего жителя Абакана доставили в отделение городской полиции вечером 15 апреля для доследственной проверки. Он подозревался в изнасиловании своей пачерицы. К этому времени сотрудники полиции уже осмотрели место происшествия, взяли показания у пострадавшей девушки, провели судебно-медицинское исследование. Допросить задержанного не успели. Перед тем, как пойти к следователю, мужчина попросил отвезти его в туалет. После посещения туалета мужчина резко оттолкнул от себя у первополномоченного дверкой от кабинки и, разбив стекло, выпрыгнул из окна бытового помещения с четвертого этажа. От полученных в результате падения телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия. Что послужило причиной самоубийства и как задержанный провел последние часы перед смертью? По данному факту, следственным комитетом проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. И только потом будет дана правовая оценка действиям сотрудников полиции. Если вина сотрудников будет доказана, то они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Впрочем, честь и достоинство сотрудников полиции. Несмотря на гибель подозреваемого, проверка по заявлению изнасилованной девушки будет продолжена. Собранных улик достаточно, чтобы подтвердить или опровергнуть факт сексуального насилия. Кстати, в интернете эта новость вызвала практически стопроцентное сочувствие полицейским, которых могут и уволить. Алексей Баинов, Олеся Калиниченко, Антон Михайлов. Вести Хакасия. Сразу пять лечебных учреждений республики сегодня получили новые автомобили скорой помощи. Приобретены машины в рамках нацпроекта «Здоровье». Средства поступили в Хакасию из федерального центра. Каждый автомобиль стоит более трех миллионов рублей. Одну скорую передали в Черногорск. Еще четыре реанимобиля будут работать в Аскизе, Баграде, Абазе, а также в Абакане. В республиканском центре подобная машина уже есть, а вот для районов это новшество. Транспорт, оборудованный современной электронной техникой и разными типами носилок, позволит оказывать медпомощь пострадавшим в ДТП. ДТП, к сожалению, на трассе Абакана к Даураке очень частое явление и в районе Аскиза это очень часто случается. Многие нетранспортабельные больные в этом автомобиле становятся транспортабельными. Наркозный аппарат дыхательный, аппарат искусственной вентиляции легких, то есть это осуществляется транспортировка больного, который без самостоятельного дыхания, или он также идет как вспомогательная вентиляция легких. Жильцы сразу 10 частных домов в Абакане вынуждены уже четвертые сутки обходиться без электричества. О том, что часть улицы зеленая обесточена, энергетики знают, но устранять поломку не торопятся. Почему, выяснял Константин Кравцов. И через каждый час вот так вот подкачиваем, потому что они все головенки уже рыбочки, все подняли туда. С помощью автомобильного насоса Татьяна Бочарова заменила своим золотым рыбкам электрический аналог. Иначе аквариумные питомцы погибнут. В доме уже несколько дней не работает ни одна розетка. Холодильники превратились в никчемные ящики. Рыба вся, вот она, вот рыба заложила. Все растаяло, пельмени, все. Что тут тоже, видите, все, весь лед. А чтобы согреть чай, Бочаровы теперь разжигают мангал. Старые виллы, хотели выбросить, а теперь, видите, пригодились. Ставим, вот. Ну плохо, конечно, что чайник уже все выкидывать придется. Свет на улице Зеленая пропал в минувшую субботу. Вышел из строя подземный кабель. Обесточены 10 домов. На просьбу жильцов восстановить энергетики ответили отказом. И поспешили откреститься от линии. Якобы на балансе электросетей ее вовсе нет. Несмотря на то, что за свет люди платят, как все в городе. 98 копеек за киловатт-час. Сегодня вот я звонила. Так, по 0,60 директору электросетей Маркову. Звонила главному инженеру электросетей. Марков мне сказал, что разберемся. Главный инженер энергосетей мне сказал, что мы к ним не относимся. Вся путаница в сетях, говорят энергетики, от того, что этот участок не состоит на балансе электросетей. Собственники здесь как раз жители улицы, которые 20 лет назад на свои средства протянули линию. И теперь устранять поломку по закону им придется, видимо, самостоятельно. Люди оплачивают за потребленную электроэнергию. В данном случае за обслуживание сетей данной конкретной улицы они не оплачивают. Электросети обслуживают электростановки, находящиеся у них на балансе. Ну, поскольку эта линия частная, собственники должны за свои средства восстанавливать ее. Энергетики добавляют, готовы взять провода на баланс, но в том случае, если все будет исправно, так или иначе, чтобы сейчас устранить поломку, необходимы десятки тысяч рублей. Константин Кравцов, Антон Новожилов, Вести, Хакасия. Владимир Штыгашев будет баллотироваться на предстоящих выборах в Верховный Совет. Об этом спикер республиканского парламента заявил сегодня на встрече с журналистами. Она проходит традиционно перед каждой сессией Верховного Совета. По словам Владимира Штыгашева, скорее всего, свою кандидатуру он выдвинет в Таштыбском районе. Причем пойдет не по партийным спискам, а по одномандатному округу. Кроме того, председатель парламента высказал надежду, что голосование и предшествующие ему предвыборные гонки пройдут спокойно и в рамках закона. Напомним, уже 8 сентября жители Хакасии выберут не только главу региона и глав муниципалитетов, но и депутатов в законодательный орган республики. С этого года число народных избранников в Верховном Совете сокращается. Новый созыв станет меньше сразу на 25 человек. 50 депутатов вместо прежних 75. Первый в этом году лесной пожар зарегистрирован в Хакасии. Огонь вспыхнул накануне на территории Бейского лесничества. Благодаря оперативной работе лесников возгорание удалось ликвидировать в течение нескольких часов на площади всего полтора гектара. По мнению специалистов, пожар возник по вине местных жителей, а распространению огня способствовала сухая и ветреная погода. Стоит отметить, что в прошлом году из-за стремительного потепления пожароопасный сезон в лесах Хакасии начался раньше. Первый лесной пожар был зафиксирован 6 апреля, а на 16 число было уже 29 лесных пожаров. Напомню, что за нарушение правил пожарной безопасности в лесу штраф для простых граждан составляет до 2500 рублей. А если будет доказан поджог, то можно получить лишение свободы на срок до 4 лет. Ученики и родители одной из старейших школ Дженкидзевского района ищут спонсора. На этот шаг коллектив сподвигла ситуация, в которой оказалось учебное заведение. Впереди юбилей, но при сегодняшнем положении дел встретить его в родных стенах не представляется возможным. Из Гайдаровска Юлия Константинова. Этому зданию почти полвека. Старожилы говорят, строил его еще лесхоз. Когда-то брусовое, крепкое, оно считалось одним из лучших в районе. Сейчас требует срочного ремонта. Кстати, капитального здесь не было со дня открытия школы. Кровля изветшала, полы рассохлись, окна требуют замены. Эта зимой рама в кабинете математики выпала из проема во время штормового ветра. В эту зиму было минус 40-45. И дело в том, что ограничение по температуре. Было бы в школе тепло, ребятишкам добежать до школы недолго. Но когда и в школе, в классах минус 2, в спортзале минус 16, какое может быть обучение? Уроки физкультуры вести невозможно было совсем. Ведь такие батареи давно раритет. Даже покрасить спортзал не удается с 1974 года. Причина – нет денег. Школа на нормативно-подышевом финансирование. А, образно говоря, детских душ в небольшом поселке всего чуть больше 40. И демографический взрыв пока не предвидится. Детей очень мало, а деньги идут за детьми. Программы мы не заявлялись. Они тоже же предполагают софинансирование, что деньги должны быть еще местные. А местный бюджет у нас вообще денег нет. Похоже, ни дирекция школы, ни местные власти не в состоянии решить проблемы. Не удается Гайдаровску войти и в республиканскую программу возрождения малых сел. Население от 290 человек. Почти в два раза больше ста положенных. Поэтому и решили сами жители одного из самых отдаленных таежных поселков республики искать для любимой школы спонсоров. Чтобы юбилейный год, 50-й, не стал для учебного заведения последним. Ведь давно ходят слухи о переводе ребятишек на обучение в деревню Черное озеро. Я хочу учиться в этой школе. И мне очень здесь нравится. Я не хочу никуда ездить. Юлия Константинова, Владислав Пустовой, Твести Хагасе. Сегодня шесть лучших студентов Абакана получили премии мэра города. Молодых людей поощрили по результатам учебы, достижений в спорте и общественной жизни вузов. Премии мэра вручаются лучшим студентам дважды в год на протяжении почти 20 лет. По традиции трое представляют самый большой вуз республики – Хакасский госуниверситет. И по одному – от Хакасского института бизнеса, ХТИ и современной гуманитарной академии. Кроме диплома и цветов, лауреаты получили по 7 тысяч рублей. Одна из награжденных – студентка шестого курса ХГУ, будущий врач Екатерина Федорова. В ее зачетке одни пятерки. Екатерина серьезно занимается наукой. Не раз представляла свой вуз на международных и межрегиональных научных конференциях. Я собираюсь стать врачом, акушером, гинекологом. Естественно, собираюсь учиться дальше, защищать докторскую, кандидатскую диссертацию. Собираюсь стать лучшим специалистом в своей области, развивать акушерство и гинекологию в республике Хакасси. Научной библиотеке музея имени Мартьянова 135 лет. Расположена она в Минусинске. В читальных залах ценны не только книги, но и мебель. Это раритет. Вот только увидеть все это и познакомиться с литературой могут читатели, которые получили специальное разрешение. Допуск к фонду получили и наши корреспонденты. Репортаж Олеся Калиниченко. Основные читатели библиотеки музея ученые. Этот небольшой зал за год посещают более двух тысяч исследователей, которые занимаются изучением Сибири. Книжные шкафы, стол, стулья, в целом интерьер такой же, как и 135 лет назад. Художественной литературы в хранилище немного. В основном научные труды по истории, географии, искусству. Сибирские записки. Вот оно. 1916 год. Чем хороши те журналы, их читать, очень много информации о Хакасии, о Инородцах, о нашем Минусинске, о музее очень много. Это сегодня старинные издания листают археологи и историки. И статус у библиотеки научный. В конце 19 века учреждение задумывалось как общественное для распространения знаний в Минусинском уезде. Обратите внимание на эти слегка потрепанные, то есть зачитанные книги. Классика в то время была востребована. Александр Сергеевич Пушкин, вот они в дворе, да, да, они стоят. Здесь как подарочное издание есть полностью, да, и именно карманного формата, которые стоили там две копейки. Есть в библиотеке музея особо ценные экземпляры. Например, старообрядческие церковные книги середины 17 века. Время правления первого русского царя из рода Романовых. А это издание Николая Васильевича Гоголя. Уже вошло в историю музея как самая большая книга. Есть и самая маленькая. Обе из цикла подарочные экземпляры. Читать и ту, и другую крайне неудобно. В научной библиотеке музея бережно хранятся не только редкие экземпляры книг. Здесь много периодики. Самая старинная газета относится к середине 19 века. Есть научные и литературные журналы. И, конечно, издания предназначены исключительно для женщин. Например, журнал «Модный свет». Он, кстати, мало чем отличается от современных журналов. Здесь кулинария, мода и, конечно, реклама. Так, предлагают купить благовонные товары, душистое мыло и французское средство от перхоти. Цена 5 франков. Когда библиотеку только открыли, в ней было всего 500 книг. Сегодня количество приближается к 130 тысячам. Так как библиотека создавалась при музее, списывать старую литературу и журнала здесь не принято. 135 лет хранят каждую страничку и мечтают о новом просторном помещении для книг. Олеся Калиниченко, Антон Михайлов, Вести Хакасия. И это было последнее сообщение выпуска. Добавлю, что все новости теперь можно посмотреть на нашем сайте. Вестихакасия.рф Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова